Всем привет! Данное видео будет посвящено выбору монитора для подключения камеры переднего или заднего вида, либо же мы можем назвать его «Куда подключить камеру заднего вида». В принципе, камеру заднего вида можно подключить абсолютно к любому монитору, который будет поддерживать системы цветности PAL или NTSC. При этом обязательно, чтобы разъем видеовхода монитора совпадал с разъемом видеовыхода камеры. То есть, грубо говоря, нам нужна совместимость разъемов. Самый распространенный разъем подключения камеры заднего вида – это RCA, он же тюльпан. Намного реже встречаются разъемы типа Jack 3,5 или 2,5 мм. И совсем редко встречаются мониторы, к которым камера подключается с помощью разъема mini HDMI. В таком случае у камеры также должен быть разъем mini HDMI, что, как я уже говорил, встречается очень редко. Самыми распространенными девайсами, к которым можно подключить камеру заднего или переднего вида в автомобиле, являются специальные отдельно стоящие мониторы, электронные зеркала заднего вида, головные устройства, они же 2D-новые магнитолы и GPS-навигаторы. Что касается GPS-навигаторов, то это уже вымирающий класс, и как раз к GPS-навигаторам с помощью разъема Jack 2,5-3,5 мм подключается камера заднего вида. Во всех остальных случаях подключение осуществляется с помощью RCA-разъема. Что касается штатных мониторов или штатных головных устройств, которыми автомобиль комплектуется с конвейера завода-производителя, то здесь ситуация немножко сложнее. В принципе, эти мониторы мало совместимы с теми камерами, которые продаются на полках магазинов, но можно приобрести специальный адаптер-конвертор, который конвертирует CVBS-сигнал камеры заднего вида в сигнал RGB, необходимый для штатного монитора. Также существуют обратные конверторы, которые позволяют подключить, например, штатную камеру к новому головному устройству. В общем, история с подключением камеры заднего вида к GPS-навигатору или штатному головному устройству достаточно сложная и непопулярная. Поэтому на этих способах подключения мы акцентировать внимание не будем, а больше поговорим о актуальных способах. Например, если говорить о стационарных мониторах, то они бывают трех типов. Моноблочные, которые устанавливаются в любом удобном месте, ну и в принципе там жестко фиксируются. Они никак не складываются и практически не поворачиваются. Максимум можно изменить угол поворота дисплея на 30 градусов. Есть механические расплодные дисплеи. Они открываются нажатием кнопки. И за ненадобностью такой дисплей можно снова сложить, чтобы он занимал как можно меньше места на торпедо или там, куда вы его установите. И самый крутой класс – это моторизированные дисплеи. Эти дисплеи открываются или выезжают автоматически при включении задней передачи. Их на самом деле очень мало и эти дисплеи являются вымирающим классом. Если говорить о электронных зеркалах заднего вида в качестве монитора для камеры заднего вида, а уж тем более о мультимедийных двухдиновых ресиверах, то в данном случае может быть дополнительный функционал. Например, возможность прослушивания музыки, либо просмотра видео. Но если мы говорим о электронных зеркалах, то такая возможность есть только у топовых моделей. Бюджетные модели, как и обычные мониторы, могут только выводить изображения с камеры заднего вида. Но самое интересное заключается в том, что сегодня на рынке есть двухдиновые мультимедийные ресиверы, которые могут стоить столько же, а возможно даже дешевле, чем отдельный топовый дисплей, либо зеркало без дополнительного функционала. То есть в бюджете буквально 1100-1200 гривен вы сможете купить полноценную двухдиновую голову, которая сможет выводить не только изображения с камеры переднего и заднего вида, но также порадовать вас просмотром видео, прослушиванием музыки и другим функционалом. Если говорить о размере диагонали дисплея, то здесь смело можно применить правило «чем больше, тем лучше». Для отдельно стоящих дисплеев максимальная диагональ может составлять около 7 дюймов. Для зеркал 3,5-4,3 дюйма и примерно до 8 дюймов. Что касается мультимедийных центров, то здесь диагональ может быть от 6 до 10 дюймов. Но если мы говорим о отдельно стоящем дисплее, то увеличение диагонали влечет за собой увеличение физических размеров дисплея. И это плохо. Для мультимедийного головного центра наоборот, чем больше диагональ, тем лучше. Но все же, если говорить о оптимальном размере диагонали дисплея, то для отдельно стоящих дисплеев и электронных зеркал оптимальным будет размер от 4 до 5 дюймов. При таком размере отдельно стоящий дисплей не будет слишком большим и не будет перекрывать водителю обзор. В то же время зеркало всегда находится достаточно близко к водителю и маленького дисплея более чем достаточно. Что касается мультимедийных центров, то здесь я уже говорил, чем больше диагональ дисплея, тем лучше. Главное, чтобы эта магнитола поместилась в автомобиле. Если говорить о плюсах и минусах, то здесь стоит сказать, что отдельно стоящий дисплей никаким образом не вписывается в интерьер автомобиля. И таким образом его, можно сказать, портит. Зеркало или магнитола хорошо вписываются в интерьер и практически на него не влияют. Но стоят, как правило, немножко дороже. Но зато отдельно стоящий дисплей можно установить в таком месте, куда на него минимально будут попадать солнечные лучи. Поэтому дисплей не будет пересвечен. С зеркалом или магнитолой такая роскошь недоступна. Принцип активации и автоматического вывода изображения на дисплей будет одинаков как для отдельно стоящего дисплея, так и зеркала накладки и мультимедийного центра. На этих устройствах есть управляющий провод, который нужно подключить к задней передаче. Это можно сделать, например, в коробке передач, подключив этот провод к так называемой бабочке. Можно подключить его в блоке предохранителей, либо вовсе заморочиться и потянуть к фонарю заднего хода. В таком случае при включении задней передачи на этот провод подается питание и сигнал служит сигналом активации монитора. Если на монитор в этот период транслировалось какое-то изображение, например, видео с флешки, то видео с камеры будет приоритетным. То есть видео, фильм с флешки прервется, на дисплее покажется изображение с камеры заднего вида и затем уже при отключении задней передачи магнитола или зеркало перейдет в режим воспроизведения этого видео. У некоторых отдельно стоящих мониторов есть возможность дублирования или подачи питания от самой камеры заднего вида. В таком случае при установке и подключении монитора вам не нужно будет тянуть управляющий провод к блоку предохранителей, коробке передач или фонарю заднего хода. Также некоторые модели зеркал и даже головных устройств могут активироваться по входящему видеосигналу. То есть у них полностью отсутствует управляющий провод. При включении задней передачи активируется камера заднего вида. Камера подает видеосигнал по разъему RCA на головное устройство и головное устройство автоматически переходит в режим воспроизведения видео с камеры заднего или переднего вида. Помимо нюансов подключения, при выборе монитора под камеру заднего вида не лишним будет обратить внимание на его разрешение. Конечно же большинство камер заднего вида сейчас имеют разрешение 640 на 480. Реже встречаются модели, они более дорогие, с высоким разрешением. Но если, например, у вас дисплей имеет разрешение 1280 на 720, а камера транслирует разрешение 640 на 480, то от того, что у дисплея хорошее разрешение, картинка лучше не станет, так как сама по себе камера имеет низкое разрешение. Также обратите внимание на технологию производства дисплея. В принципе все эти дисплеи делаются по технологии LCD, это жидкокристаллические дисплеи, но они бывают TFT, IPS, TA, VA и так далее. Среди мониторов под камеры заднего вида обычно встречаются два типа, TFT и IPS. У TFT ниже энергопотребление, но хуже углы обзора и цветопередач. IPS потребляет немного больше энергии, но при этом здесь лучше углы обзора и лучше цветопередач. Если вам нужен монитор, который будет работать с камерой переднего и заднего вида, тогда выбирайте модель, у которой есть два видео входа под переднюю и заднюю камеру. Также обратите внимание на возможность отключения парковочной разметки. У подавляющего большинства, особенно бюджетных камер, парковочная разметка не отключается. И если такая разметка есть у монитора, то разметка с камеры будет накладываться на разметку монитора. Это не совсем удобно, поэтому у камеры или у монитора разметка должна отключаться. И на это стоит обратить внимание при выборе. На этом как обычно все. Если видео было полезным, поставьте лайк и подпишитесь на наш канал. Субтитры подогнал «Симон»!